спасибо спасибо большое драгоценное всем всем еще раз шалом кого-то вижу кого-то не вижу но просто знаю что вы здесь меня служите слышите меня служить как я уже сказал что сегодня такое вот третье служение уже к вечеру так но да поможет господь давайте мы помолимся помолимся сначала хорошо аллилуйя отец папа мы благодарны тебе отец наш небесный мы благодарны 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 тебе до спой благодарны тебе за то что ты нас любишь благодарны тебе, Господь, за то, что мы рожденные от тебя. Благодарны тебе, что мы возвращенные на Сион, возвращенные в небеса, возвращенные в семью, Господь. Спасибо тебе, Господь Иисус. Ты наш старший брат, ты Господь наш, и ты вернул нас к Отцу Небесному, ты вернул нас к Папе. Мы благодарны тебе за твой Голгофский крест, мы благодарны тебе, Господь, за твою пролитую кровь, Господь. Мы благодарны тебе за твои раны. Спасибо тебе за то, что ты умер, Господь, и воскрес. И мы соединены подобием смерти и подобием воскресения, Господь. Спасибо, что мы умерли вместе с тобой на кресте, Господь, как старое творение, и мы воскресли, как новое творение, Господь, вместе с тобой. И когда, Господь, ты просто Он вознесся на небеса, мы вознеслись в Тебе, и сейчас мы посажены во Христе на небесах, посажены, Аллилуйя, Господь, как новое творение, мы благодарим Тебя, благодарим Тебя, и мы прямо вернулись в семью, вернулись к Отцу нашему небесному, спасибо Тебе, Иисус, Ты открыл небеса, и сегодня небеса открыты, Господь. И здесь на земле мы представляем Тебя, представляем Твое Царство, Господь, мы благодарим Тебя, Господь, благодарим, что мы посланники от имени Христова, и есть апостольское помазание на нас, мы апостольские люди, Господь, для того, чтобы вторгаться, Господь, на территории врага, спасибо Тебе, Господь, за эту власть, за это помазание, Господь, что мы можем идти, можем вторгаться, можем действительно представлять Твое Царство, Господь, спасибо, я благодарю Тебя, Отец, за драгоценных людей, за драгоценных моих братьев и сестер, я благодарю Тебя, Господь, и я молюсь, Господь, чтобы действительно было это осознание, что мы апостольские люди, Господь, и, Боже, чтобы мы были активированы во имя Иисуса, и чтобы каждый, Господь, просто слышал ясно от Тебя, Господь, в какую сферу Ты призвал их, Господь, чтобы мы действительно были посланы Тобой туда, и представляли Тебя и Твое Царство, спасибо Тебе, Господь. Дух Божий, Дух Святой, драгоценный, мы благодарны Тебе, что Ты здесь с нами сейчас, я благодарю Тебя, что прямо сейчас Ты с каждым, Господь, Боже, моим братом, сестрой, там, где они находятся, и, Боже, мы благодарим Тебя, что есть атмосфера неба, есть, Господь, атмосфера, Боже, Твоего Царства, атмосфера Твоей славы, Господь, Боже, халлилюя, Господь, Боже, прямо сейчас, и она проявляется, Господь, в тех местах, где мы находимся, в тех комнатах, в домах, где мы, Господь, Боже, сейчас Твоя слава проявляется, О, халлилуйя, Господь, твое царство и дух твой, твое присутствие, Отец, Боже, твой святой дух, дух святой, наполняй, наполняй прямо сейчас нас, Господь, и ты наполняешь, и мы благодарим тебя, Господь, за твое присутствие. И, Отец, я благословляю каждого, Господь, открытым, Господь, Божьим разумом, Божьим открытым сердцем во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса, чтобы принимать, 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 открытые глаза, чтобы видеть, открытые уши, чтобы слышать, открытое сердце, чтобы внимать, Господь, спасибо тебе, Господь, во имя Иисуса Христа, пусть твое имя прославится и возвеличится. Мы благодарим и превозносим тебя во имя Иисуса Христа. Аминь. 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 Драгоценные. Просто, ну, когда у меня уже был урок, да, ну, как бы я говорил, что тема такая была, по-моему, да, как назывался апостольский дух, движущая сила церкви, да. И мы молились просто о том, чтобы Господь открыл, ну, сферы, да, в которые Он нас просто, да, призвал. И просто я, ну, верю, что когда мы молились, знаете, мы должны продолжать молиться, если, ну, мы как бы ничего не понимаем, нам не открыто. Но мы должны рассматривать себя как апостольские люди. Аминь. Мы апостольские люди, мы апостольский народ, мы посланники от имени Христова. И мы просто должны действительно, ну, быть Его представителями, быть Его посланниками, да, в этом мире. И в то же самое время мы, конечно же, должны знать ту сферу, да, куда Господь нас призывает. Потому что Господь может призвать нас конкретно в какую-то сферу. Конкретно Он может призвать нас куда-то. Кого-то Бог, знаете, призовет к какому-то народу, в какую-то страну. Кого-то Бог призовет, может быть, в какой-то город, в другой. Кого-то Бог просто призовет в какую-то сферу. Помните, мы говорили о том, что есть разные сферы. И Господь может призвать в бизнес, может призвать в общественное какое-то движение. Или может призвать, чтобы заниматься реабилитацией людей. Или начать какое-то служение. Но мы просто, ну, должны быть, знаете, ну, посланниками для определенных людей, для определенной какой-то территории или какой-то сферы. Или, может быть, Господь может дать послание, да, и скажет, вот, я хочу, чтобы ты, например, ездил по церквям. Ну, к примеру. И это тоже будет посланничество. Поэтому, дорогие, если, может быть, вам еще не открыто, ну, как бы, да, молитесь и продолжайте, чтобы действительно, продолжайте молиться, чтобы Господь, Он открывал, чтобы мы были заняты каким-то делом. Потому что мы должны понять, что апостольство, знаете, это движение. Это движение. То есть это не сидение на месте, то есть это движение. То есть мы должны двигаться просто, двигаться. Потому что Господь, Он просто хочет, чтобы мы двигались, двигались. И сегодня, да, такая тема у меня, конечно, ее за такое короткое время мы ее как бы не сможем раскрыть, может быть, да, больше сегодня мы поговорим, ну, как бы, может быть, так поверхностно, но в то же самое время, может быть, Господь поможет затронуть какие-то ключевые вещи. И сегодня, знаете, тема, она молитва и освобождение. Я знаю, что на этой школе есть, ну, знаете, по названиям такие более интересные, интересные темы. Ну, вот мне что досталось, то досталось. Поэтому я вот учу, ну, меня попросил Григорий, говорит, давай возьми вот эту тему. Я говорю, ну, ладно, хорошо, хорошо. Молитва и освобождение, молитва и освобождение. Вот, ну, помимо как бы молитвы мы там постараемся затронуть, наверное, еще какие-то моменты, какие-то моменты, да, чтобы у нас было правильное понимание. Итак, молитва. И, конечно, это такая тема, о которой, наверное, вы уже, знаете, по много раз слышали. Ну, что такое, да, молитва, тема. Я думаю, что есть разные школы молитвенные. Может быть, многие из вас, вы и являетесь такими, знаете, молитвенными воинами и ходатайствуете. Ну, и, может быть, много, да, знаете всего. Но мы говорим об апостольстве, и я вам хочу сказать, что когда мы говорим об апостольстве, то апостольская и молитва, они связаны очень сильно, связаны между собой. Помните такое местописание, Деяние, шестая глава? Там, в Деяниях, в шестой главе, то есть, произошло умножение учеников. Множество, множество людей уверовало, и множество людей пришло в царство. И в церкви, да, там что было? Там написано, вот в первом стихе, когда умножились ученики, у них произошел у еленистов ропот на евреев за то, что вдовицы их были пренебрегаемы, были в ежедневном раздаянии потребностей. То есть, они были общиной, да, жили и восполняли потребности также друг другу. И тогда двенадцать апостолов, созвав множество учеников, сказали, нехорошо нам оставив слово Божье, пищись о столах. Итак, братья, выберите из среды себя семь человек изведанных, исполненных святого духа и мудрости, их поставим на эту службу. И вот четвертый стих. А мы постоянно пребудем в молитве и служении Слова. То есть, апостолы, да, избрали для себя вот эти вот приоритеты, то есть две вещи, да, которые они избрали для себя, это была молитва и Слово Божье. Мы понимаем, что это вот и для нас, да, как и для апостолов, которые призваны, да, люди реально быть апостолами, но также это и является приоритетом и для нас, то есть как апостольских людей. Чтобы в нашей жизни тоже была молитвенная жизнь и было Слово, да. Но сегодня у меня тема молитва и освобождение. Так сложно немножко двигаться, но давайте вот я просто к чему. Конечно, когда мы говорим об апостольствах, кто-то, я сказал, что апостольство это движение, 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 движение. И апостолы это люди, да, которые что, они входят на новые территории, они входят на новые. И когда апостольские люди вообще или апостолы, да, входят на новые территории, всегда есть определенные сражения, всегда есть определенные вызовы, всегда есть какие-то демонические духовные силы, которые удерживают эти территории. И здесь, да, вот без молитвы, ну, никак не обойдешься. То есть мы должны быть этими молитвенными войнами. Но, то есть это 100%. Но я сейчас хочу как бы затронуть немножко другой аспект, да, молитвенной жизни. Ну, я не знаю, я просто чувствую, что это надо сделать. Смотрите, я сейчас сказал, что апостолы, ну, и как правило, апостолы, да, это освобожденные люди. То есть они полностью высвобождены Господом для вот духовного такого труда, да. Но большинство из нас, согласитесь, да, у нас есть работы, у нас есть много, ну, забот, у нас есть... И знаете, мы как бы, что происходит? Чем больше забот, да, тем меньше молитвенного времени. Я думаю, вы согласитесь с этим, да. Я не знаю, но я хочу затронуть вот такой вот этот момент. Чем больше забот, например, да, есть разные заботы, например, да, у женщин, там, есть муж, есть дети, есть работа, есть еще какие-то, да, там, знаете, у детей надо возить на секции, возить на кружки, много-много, да. И чем больше забот, тем меньше, то есть молитвенного времени становится у людей. И, знаете, сейчас, ну, как бы, и когда мы говорим о молитве, да, мы все понимаем, что надо молиться. И в церквях, да, что происходит? Проповедники из кафедры, они как бы, ну, там говорят, надо молиться, надо просто быть молитвенными людьми. Но очень часто, да, что происходит? Происходит, что верующие люди, и в частности вы, да, апостольские люди, апостольские люди, да, вы начинаете осознавать, что молитвы становятся меньше, а забот больше. И наша молитвенная жизнь очень часто, знаете, она происходит вот таким образом. То есть мы бежим уже на работу, когда утром человек встал, привел себя в порядок, потом дети надо накормить, напоить там, там муж, всех надо просто собрать, все. И потом человек сам бежит на работу. И, знаете, и получается, что молитвенная жизнь у человека, да, это что? Это вот пока еду на работу или иду на работу, да, Господи, благослови меня. Благослови меня, моих родных, там, сохрани, Господь. Все, человек помолился, и просто что происходит, да? Помолился, прибежал на работу и опять окунулся, то есть, да, в суету, опять окунулся в какие-то вот, ну, рабочие всякие моменты. Может быть, потом на протяжении там, ну, в течение дня там вдруг где-то, если какая-то ситуация возникла, Господи, помоги мне. И, знаете, вот так вот, по сути-то, прошел день. Потом вечер наступил, опять надо всех встретить, всех накормить, спать уложить. И что происходит? И потом уже у человека нету сил, и все, упал, а завтра опять такой же новый день. Знаете, верующие люди находят эту отдушину, где, да, то есть, они находят ее потом на служение. Там в церкви пришел, и, знаете, там, на молитве нам помолился, и все. И получилось, что такая эффективная молитва у большинства верующих людей, это какая молитва? Это вот молитва там один раз или два раза в церкви. Дорогие, я просто, ну, знаю, я сам пастор, я много грузил людей там, и все. Знаете, много, что надо молиться, но я вижу уж просто, что люди, да, не молятся. И прежде чем говорить о такой апостольской молитве, знаете, о молитве прорыва, о том, что надо сражаться там в духе, там, знаете, за территорией. Я хотел бы просто вот сначала поговорить о личной молитве. И мы как бы, да, вот имеем такую проблему, мы понимаем, молитвенная жизнь зачастую, она очень слабая, то есть, у нас, да, я вижу стоп-кадр, Дмитрий, что у вас со связью? То есть мы считаем, и что происходит? Например, мы думаем, работа это не духовно, к примеру. Мы думаем, сменить памперс у ребенка, кормить его, или везти на секцию его, или в кружок, или что-то, это не духовно. То есть, а вот время, когда я молюсь, то есть это все духовно для меня. И знаете, вот она получается проблема. То есть, но, когда много всякой заботы, и мы погружены в эту, мы понимаем, вот она моя плотская, человеческая, недуховная жизнь. А духовная жизнь, то есть, ее становится меньше, меньше, меньше и меньше. Дорогие, я просто хочу вам сказать, чтобы вы убрали вот эту разделительную полосу в своем разуме, что что-то духовное, а что-то недуховное. Я хочу вам сказать, все в нашей жизни духовно, все. Мы должны научиться, научиться. Писание говорит, непрестанно молитесь. И ты думаешь, как мне непрестанно молиться? Я вам хочу сказать просто, что непрестанно молиться, это не обязательно, то есть, говорить слова, то есть, или молиться на языках. Но вы на языках даже можете про себя молиться. И просто, послушайте, молитва, то есть, да, это, это, как сказать, это состояние, то есть, человека. Это просто внутреннее наше состояние, внутреннее. И вот я просто, но сейчас хочу о чем поговорить. Смотрите, я расскажу вам просто историю об одном монахе. Этот монах, он был католический монах. И знаете, чем он был знаменит? Он был знаменит тем, что он левитировал. То есть, он поднимался в воздух. То есть, он был очень духовным человеком. И очень часто его поднимало в воздух. И он сам рассказывает. Я, говорит, мог чистить на кухне картошку. И когда я чистил на кухне картошку, при этом разговаривая с людьми, но вдруг кто-то произносил имя Иисус, и он, говорит, это активировало во мне вот это состояние, что я мог даже взлететь в воздух, знаете, с этой картошкой в руках. И он просто, он, знаете что, он убрал вот эту разделительную. У монахов, у них что, да? У них что? У них распорядок дня. Например, утром они проснулись, у них время молитвы. Ну, типа духовное время, да? Потом у них время, ну, там, понятно, там, кушать. Это же вроде как бы недуховно, да, кушать-то? Паститься духовно, кушать недуховно. Да? Ну, как бы. Потом, ну, к примеру, я не знаю их распорядок, но, к примеру, потом время работы, например, у них. Они же трудятся там. Они же не круглыми сутками молятся у себя в келье. Они работают. Потом, может быть, у них обед. Потом, может быть, опять какое-то короткое время, там, пребывание с Господом, ну, к примеру, там, слово. Я не знаю, то есть, да? Потом опять какой-то труд. И потом что? Потом, например, вечернее богослужение. И, то есть, ну, вы понимаете, да, что есть разделение, то есть между, там, приемом пищи, работой, молитвой, словом, да? И, знаете, мы, как верующие люди, очень часто, да, мы что? Мы, как бы, у себя в голове, ну, вот разделили вот это все, да? То есть, мы говорим, вот это время, которое я провел с Господом в молитве и в чтении слова, это духовно. А чистить картошку, стирать, бежать, работать, то есть, еще это не духовно. Понимаете? Но этот монах, что он говорит? Он говорит, я, говорит, дошел до такого внутреннего своего состояния, что я един с Господом. Вот это чувство единения. Сейчас попозже я объясню, да, это все. Что я един с Господом, что я, говорит, начал переживать его, говорит, на любом месте и в любое время. Он говорит, для меня стерлось, то есть, вот это понятие, знаете, в келье, когда я был, или чистил картошку, или занимался еще какими-то вещами. Он говорит, для меня это стерлось. Он говорит, я находился 24 часа в сутки в присутствии Божьих. И, представляете, то есть, он находился в этом молитвенном состоянии. Он находился, то есть, и он мог внутренне молиться, он мог, ну, выражать через свои слова. И он говорит, это прямо, говорит, и это даже настолько было сильно, что он мог подниматься в воздух, в воздух, то есть. Понимаете? О чем я сейчас хочу сказать, дорогие? Секрет. Это наше единение с Господом. Смотрите, мы просто что сделали? Мы думаем, что мы здесь на земле, а Господь где-то на небе, и мы разделены с Ним. И мы думаем, что мне надо как-то, знаете, ну, войти в Его присутствие, как-то прорваться. Я вам хочу сказать, что многие люди, даже верующие, они не знают, как исполняться Духом Святым. Я задавал людям вопрос, я говорю, как исполняться Духом Святым? Ведь написано, исполняйтесь Духом Святым. А люди, они даже не знают, как. Они говорят, ну, я не знаю. Со мной это случается, например, я пришел на служение, поднял руки, мы песню запели, и вдруг Дух Святой сошел на меня. Или мы начали молиться там, и вдруг я наполнился Духом Святым. И они просто, ну как, они говорят, ну, это же как бы от меня-то не зависит, в принципе. Один раз я молюсь, ничего не происходит. Другой я раз молюсь, знаете, ну, вроде как Господь наполнил меня. Ну, как будто бы, знаете, это от Господа зависит, что Он пришел, наполнил. Но Писание говорит, исполняйтесь Духом Святым. Но многие верующие люди, они не знают, как исполняться Духом Святым. Послушайте, я хочу вам, ну, поделиться такими некоторыми моментами. Вот этот монах, что произошло? Послушайте, Писание говорит, непрестанно молитесь, непрестанно. То есть это состояние. Смотрите, мы должны понять одну такую вещь, что мы находимся во Христе. Спрашивал верующих людей, что значит во Христе? Многие вообще тоже не понимают, что это значит быть во Христе. Не понимают. Но смотрите, я объясню простую вещь. Что значит во Христе? Смотрите, когда мы говорим, что Иисус пошел вместо нас на крест, знаете, что мы сделаем? У нас такое понимание, вот Иисус ушел на крест, а мы остались здесь. Он вместо нас там умер, и все как бы, да, вместо нас это происходило. С одной стороны, да, вместо нас. Но что вместо нас? Вместо нас, то есть Он претерпел страдания. Но, дорогие, истина заключается в том, что когда Иисус пошел на крест, Он взял все человечество, всех людей в себя. И пошел отдельно. Он взял всех людей в себя. Он взял всех людей в себя. И Он унес нас на крест, дорогие. То есть, смотрите, когда Он умер, знаете, что произошло? Мы также умерли на кресте. Можно вместо Писания приводить, но даже римлянам 6 глава вся говорит об этом. Когда Иисус умер на кресте, мы умерли в Нем. Послушайте, когда Его сняли с креста, послушайте, мы были во Христе в Нем. Когда Его положили в гроб, мы были в Нем во Христе. Послушайте, когда Он воскрес из мертвых, мы были во Христе. И мы просто что? Мы воскресли, как новое творение. Воскресли, как новое. Старый человек, он умер на кресте, то есть мы. И старый человек был унесен в могилу, похоронен. Все, его нету. Но мы воскресли, как новое творение. Послушайте, теперь дальше. Когда Иисус был вознесен на небеса. Послушайте, где мы были? Мы были во Христе. Мы были в Нем. Когда мы были вознесены в Нем на небеса. Писание говорит, Он воссел одесную престола величия на высоте. И знаете истина в чем? Что мы также воссели одесную по правую сторону Отца на небесах. Ефесянам 2 глава, она говорит, или 1 глава, она конкретно говорит, что мы, 2 глава, посажены на небесах во Христе Иисусе. Многие люди верующие не понимают, каким образом я туда попал на небеса. Что это значит, что я попал на небеса. Я не понимаю. Послушайте, вот этим мистическим образом, что Иисус стал человеком и Он вобрал в себя все человечество. Он унес человечество на крест. Он унес человечество в могилу. И даже в преисподней вы уже были во Христе Иисусе. Он унес, то есть, и Он воскрес, как новое творение. Иисус, Он воскрес, как новый тип человеков. И потом Он был восхищен на небеса и посажен там. Послушайте, мы посажены на небесах во Христе Иисусе. Прямо сейчас. Прямо сейчас. Вы находитесь прямо сейчас на небесах. И Саня говорит, наше же жительство на небесах, откуда мы ожидаем и пришествия Господа нашего Иисуса Христа. Не жизнь на небесах после, знаете, нашей смерти. Прямо сейчас мы во Христе посажены на небесах. И вот смотрите, это секрет данной молитвы. Мы просто не должны думать, что мы отделены от Бога каким-то образом. Послушайте, во Христе Иисусе мы всегда сейчас на небесах. Это наша позиция. Это реальность, которую мы имеем прямо сейчас. Что мы уже на небесах. Послушайте, мы не проходим. Наш путь туда на небеса, это Иисус. Это не наша хвала, не молитва, не еще. Мы не попадаем в присутствие Господа из-за того, что мы постимся, молимся, хвалим, танцуем пред Господом. Мы не попадаем. Послушайте, это пути, которые люди пытаются использовать, чтобы попасть в Божье присутствие. Дорогие, Иисус есть единственный путь, через который мы попали на небеса. Я вам хочу сказать, послушайте, мы уже находимся в Его Царстве. Мы уже находимся в Нем, во Христе, на небесах. Знаете, и осознание этого факта помогает нам быть в непрестанной молитве постоянно. Непрестанно. Смотрите, я просто покажу вам на своем примере, как это делаю я. Когда я утром просыпаюсь, дорогие, вы же все прекрасно понимаете. Вот утром вы проснулись. Например, вы не выспались. Или, может быть, вы себя с утра не очень хорошо чувствуете. Может, у вас что-то скрипит там, я не знаю. Может быть, вы так себя, ну, утром как мы себя чувствуем, да? И мы такие, знаете, ну, думаем, ой, я не в духе, я не в духе, мне сейчас надо войти в дух как-то. Мне надо, ну, в дух войти, это как-то, знаете, войти в присутствие Божье. И мы что делаем? Мы пытаемся использовать, то есть, какие-то вещи там, молитву. Или, знаете, ой, и мы говорим, чтобы мне войти сейчас в дух как-то с Господом соединиться, мне сейчас, знаете, что надо? Мне надо, например, там, потанцевать, мне нужно попеть Господу, мне нужно хвалу Ему воздать, мне нужно Его благодарить, мне нужно там на языках помолиться. И только потом я вдруг почувствовал, что я как-то соединился с Ним. Дорогие, мы уже соединены с Ним. Я вам даже скажу больше. Иисус наш Господь, Он 100% Бог, но Он 100% человек. На небесах сейчас Троица, это не просто Отец, Бог Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. Послушайте, на небесах есть кто-то четвертый. Знаете, где Он? Он во Христе, этот четвертый. Почему? Потому что Иисус, Он сейчас не просто Бог, Он Бога-человек. Послушайте, мы просто во Христе находимся, и мы четвертые там на небесах. Мы уже четвертые. Так вот, что же такое непрестанная молитва? Непрестанная молитва – это когда мы осознаем вот эти вот вещи. Когда я утром встаю, я не пытаюсь прорваться, я не пытаюсь куда-то войти. Знаете, что я делаю? Я просто сфокусируюсь на Господе. И я говорю, Господь, я благодарю Тебя, что я на небесах. Прямо сейчас во Христе Иисусе посажены на небесах. Папа, я уже сейчас в Твоем присутствии. Дух Святой, благодарю Тебя, что Ты во мне, Ты на мне. И я уже прямо сейчас. Прямо сейчас я с Тобой. Иисус, я одно целое с Тобой. Я соединенный с Тобой в Твоей человечности. Вы понимаете? Осознание. Иснение с Господом. Дорогие, мы не должны пытаться куда-то прорваться к Господу. За нас это сделал Иисус. Он взял нас в своей человечности и унес нас на небеса. И посадил нас одесную престола величия на высоте. Прямо сейчас. И вы там находитесь. Находитесь. Послушайте. Не пытайтесь идти другим путем. Послушайте, хвала это не путь в небеса. Послушайте, молитва, пост это не путь в небеса. Вы скажете, а что ж мне тогда? Не хвалить, не молиться, ничего? Послушайте, конечно. Молитесь, хвалите. Но это наша благодарность. Это наша реакция на то, что Он сделал для нас. Это просто наш ответ. Понимаете? Благодарность. Я вам хочу сказать, когда вы будете жить вот целый день, вот в этом осознании, что вы уже посажены на небесах, вы уже в царстве, что вы никогда не... В царстве не тогда, когда вы умрете. У нас представление, что я попаду на небеса, когда я умру. Писание говорит, что мы уже на небесах. Дорогие, аминь. Мы уже на небесах. И это реальность во Христе. Нам нужно что делать? Просто осознавать эти вещи. И когда мы осознаем, послушайте, благодарность поднимется из ваших сердец 100%. Когда я осознаю, просто... Знаете, я утром могу встать разбитый. Например, поздно лег. Бывают такие моменты. Там в 2 часа ночи лег. Знаете, в 6 там встал. Ну, к примеру, ты не выспавшийся. Ты никакой. Твое тело отказывается, то есть тебя слушаться. Но ты встаешь, и я иду в душ. И я начинаю просто говорить, Господь, прямо сейчас я в Твоем присутствии. Прямо сейчас я на небесах. Иисус, я благодарю Тебя, что я соединен с Тобой подобием смерти. Когда Ты умер, и я умер, как старое творение. Когда Ты ушел в могилу, Господь, и я, как старое творение, похоронен. Все. Когда Ты воскрес, я воскрес. Но я воскрес, и Ты меня просто вознес на небеса и посадил там. Я прямо сейчас в Твоем присутствии. 24 часа в присутствии Божьем. И я это осознаю. И знаете, когда я это осознаю? Хвала начинает подниматься из моих уст. Благодарность поднимается из моих уст. Осознание, что я просто, да, знаете, не здесь на земле, а Бог где-то там на небесах. Я на небесах. Я на земле. Знаете, Иисус сказал такие слова. Он говорит, никто не восходил на небо. Это в Евангелии от Иоанна, по-моему, написано. Никто не восходил на небо. Ну, я приведу вам, наверное, это место Писания. Сейчас посмотрю. Это, наверное... Это третья глава от Иоанна. Смотрите. Иисус говорит, никто не восходил на небо, только шедший с небес Сын Человеческий, сущий на небесах. Интересный стих. Иисус говорит, никто не восходил на небо, как только шедший с небес Сын Человеческий. И дальше Он говорит, сущий на небесах. Слушайте, Иисус одновременно был в двух местах. Телом Своим, плотью. То есть Он был здесь. В то же самое время Он говорит, я сущий на небесах. Слушайте, дорогие, мы точно так же сейчас находишься на небесах. Есть другая реальность. Ты сидишь во Христе Иисусе. То есть ты во Христе на небесах. А здесь, когда ты на земле, Христос в тебе. Полное соединение и единение. И вот этот монах, о котором я вам говорю, что ж это такое? Этот человек вдруг начал переживать единение со Христом. Он внутри начал переживать. Он просто, знаете, пребывал. И он говорит, вау, Господь, я един с тобой, Иисус. Я в тебе, а ты во мне. Мы одно целое. Мы неразлучные. Просто мы соединенные. Я прямо сейчас, Господь, на небесах. И знаете что? И тогда эта духовная небесная реальность вдруг начинала проявляться. Просто, знаете, даже в его теле, здесь, на земле. Дорогие, это секрет непрестанной молитвы. А сознание, где мы находимся. Мы не должны петь песни «Приди, Дух Святой». Послушайте, Дух Святой, Он никуда и не уходил. Или там, Господь, я жажду, напои меня. Послушайте, Он говорит, ты уже во мне. Ты должен уже наслаждаться, пить просто. Для тебя все доступно. То есть, для тебя доступно это духовное питье. Для тебя доступно все просто. Ты просто наслаждайся, наслаждайся. Отождествление со Христом, соединение в Его смерти, римлянам 6 глава, в Его воскресении. Отождествление со Христом в Его вознесении. И мы посажены на небесах. Да, тема, конечно, заявлена. Молитва и освобождение. Но, в любом случае, я думаю, это практические вещи, дорогие. То, что мы просто, ну, я вам говорю, начните практиковать. Не отделяйте себя от Христа. Не думайте, что Он ушел на крест и что-то там сделал, а вы просто здесь. Послушайте, вы прошли тот же самый путь. Практическим образом с Господом. Вы, соединенные в Его смерти, умерли, как старое творение. У вас нет две натуры. Потому что мы иногда думаем, во мне есть греховная натура, во мне есть там другая натура. И вот эти натуры там борются. Дорогие, римлянам 6 глава утверждает, что мы знаем, что ветхий человек наш распят с ним. Упразднено было тело греховное. То есть ветхий человек, старый человек, грешник умер, его нету. И когда Христос воскрес, мы воскресли, совоскресли вместе с Ним. Послушайте, мы воскресли как праведники. Второе, мы воскресли как здоровые, мы воскресли как богатые, мы воскресли как успешные люди, дорогие. И послушайте, и мы не просто воскресли, мы вознесены во Христе на небеса и посажены там. И вот для чего мы там посажены? Ладно, давайте к молитве вернемся. Многие люди не понимают, для чего мы посажены. Но римлянам пятая уже глава. Она говорит, что мы, принявшие обилие благодати и дар праведности, мы должны царствовать в этой жизни посредством единого Иисуса Христа. Вот посредством того, что произошло на Христе, что мы во Христе умерли, воскресли, вознесены и посажены. Послушайте, вот наша позиция. И мы должны молиться с этой позиции. Не с позиции земли в небеса. Господи, помоги нам, пожалуйста, Господь. Погибаем. Помоги, Господи. Мы тут ничего не можем. Господь, Он посадил нас на престоле во Христе Иисусе. Это наша позиция. И вот молитва апостольских людей, она должна быть такой. Послушайте, Он говорит, вы цари, вы священники. Послушайте, царь не умоляет, царь не просит. Царь издает указы. Повелительные просто, знаете, что-то такое повелительное. Вот такое. Царь на престоле своем, Он приказывает. Он ведет себя по-другому. Послушайте, Он ведет себя по-другому. Иисус, Он, знаете, Он никогда не просил Отца, чтобы Он исцелил кого-то. Что Он делал? Он приказывал бесам уйти. Он приказывал болезни уйти. Он приказывал телам исцелиться. Он как царь действовал. Он действовал в приказах. Он говорил просто, знаете, издавал эти царские указы по-другому. Вот наша позиция и наша молитва. Но когда мы говорим об апостольском, что мы должны входить на новые территории. Послушайте, входить на новые территории, апостолы, то есть или в новые сферы, мы встретим там сопротивление. Поэтому нам нужна молитва. Но молитва из позиции нашей. Молитва из нашей позиции. Не молитва, что Господи, помоги мне. Помоги мне. Но молитва с позиции того, где мы находимся на престоле. В отношении бесов. В отношении ситуаций. В отношении, то есть болезней. В отношении, то есть демонов. Это позиция власти и силы. И вот такая должна быть молитва. Просто, чтобы мы действительно это понимали. Это понимали. Я думаю, что есть практические вещи, конечно. Но вот в этой непрестанной молитве, непрестанная молитва. Послушайте, первое. Два слова, которые я сделал своими. Первое, это осознание. Осознание, кто я. Осознание, где я нахожусь во Христе. Осознание, что я имею во Христе. Осознание, для чего я на этой земле. Но действую я здесь, на этой земле, с позиции неба. Позиция, где я нахожусь. Это позиция власти. Позиция власти. И я царь на престоле. И я действую. Послушайте, я царствую посредством Иисуса Христа. Посредством того, что он сделал на Голговском кресте. Не пытайтесь попасть на небеса. Знаете, мы очень часто думаем, ну, Господь, нам надо спасаться как-то. Спасибо тебе за то, что ты нас спас. Но теперь-то мне же, я же спасен. И теперь я на небеса приду. Жди меня, Господи. И мы начинаем что делать? Мы начинаем собственными усилиями, знаете, совершать свое спасение. Я вам хочу сказать, Иисус есть единственный путь. Он говорит, я отсюда с земли тебя уже привел туда на небеса. Уже привел. Ты должен просто доверять, осознавать, верить. И второе слово. Первое. Осознание. Второе. Пребывание вот в этом. Пребывание. Помните, Господь сказал, кто принесет много плода? 15 глава Иоанна. Мы думаем, принести много плода, это значит, много надо что-то делать. Конечно, делать надо. Но Иисус сказал, пребывайте во мне. Кто прибудет во мне, тот принесет много плода. Прибудьте во мне. Что значит прибыть в Иисусе? Мы тоже не понимаем этих вещей. Прибыть в Иисусе. Я вам хочу сказать, прибыть в Иисусе, это вот прибыть осознанно в своих мыслях, в своих вот этих вот помышлениях. Прибыть в том, что ты соединен со Христом. Ты соединен подобием смерти. Ты соединен подобием вот этого погребения с ним. Ты соединен подобием воскресения. Ты соединен с ним вот в тот момент, когда он был вознесен. И ты соединен, то есть с ним, когда он был посажен на престоле. Мы соединены. Вот наша позиция, дорогие. И когда ты вот эти вещи осознаешь, тебе легко, тебе не надо прорываться, тебе не надо. Единственные агрессивные молитвы твои будут против болезней, демонов, обстоятельств. Вот где ты будешь применять власть. Но никогда не прорывайтесь к Богу. Не надо к Богу прорываться. С Богом. Бог уже говорит, я за тебя прорвался уже. Все. Я взял тебя и уже унес тебя на небеса и посадил. И ты четвертый в троице. Четвертый в троице уже там. Потому что мы хотели бы, знаете, потусоваться с троицей. Мы думаем, вау, у них же гармония, у них отношения, у них так классно там. Вот бы мне туда. Так истина заключается в том, что ты и я, мы уже там. Мы уже там. Мы уже там. Иисус – это путь туда. И мы просто должны понять. Знаете, однажды был такой момент, когда было модно слово, но оно и сейчас модно – христоцентричность. О, мы должны быть христоцентричными. Я проповедовал тоже. Мы должны быть христоцентричными. И я допроповедовался до того, что потом задал сам себе вопрос. Что же такое христоцентричность-то вообще? И знаете что? И вдруг приехал один проповедник к нам. После прославления он вышел. Это был иностранец. Он вышел за кафедру и он сказал. Вау, я проехал столько городов и столько церквей. И только у вас я услышал, что вы в песнях своих упоминаете имя Иисуса. Он говорит, в других церквях поют обо всем, о чем угодно, но про Иисуса не поют. Ну, имя Иисуса. И я такой, вау, наверное, вот это и есть христоцентричность. Ну, раз в неделю спеть про Иисуса песню. Христоцентричность на воскресном служении. И потом я, конечно же, подумал, что это, наверное, глупость на самом деле. Это не христоцентричность. Дорогие, христоцентричность – это когда ты понимаешь истину, что произошло на Голгофе. И ты вместе со Христом прошел весь путь. На кресте ты умер. Ты был унесен в могилу. Ты был во Христе Преисподний. Ты умер. Ты воскрес вместе со Христом, как новое творение. Старое прошло, теперь все новое. Мы вознесены и посажены. И теперь это наша власть. И вот из этого понимания мы и должны молиться. Молиться, молиться, молиться. Молитвы должно быть много. Но это не молитвы, знаете, таких попрошаек. Потому что очень часто мы, знаете, как профессиональные попрошайки во дворах Господних. Мы умеем выпрашивать. Мы приходим пред Господом и говорим, Господь, например, тебе нужно просто, например, у тебя обувь порвалась. И ты такой приходишь и думаешь, так, как же мне обувь-то новую попросить? Ага, ну надо же сначала Господа прославить же. Ну он же достойный, он же великий царь. И мы говорим, о, ты великий Бог, и мы ему славу воздаем. Потом такие, о, надо на языках помолиться. И мы на языках помолим. Надо попеть Господу. Потом надо потанцевать. Потом надо еще, еще, еще поблагодарить. И мы, знаете, то есть, ну, минут через 20, через 40 мы вдруг подбираемся к нашей просьбе и говорим, Господь, вот я все сделал правильно, и я во имя Иисуса молился, Господи. Пожалуйста, ты мне можешь? У меня обувь порвалась. Знаете, Господь, Он может посмотреть сверху и сказать, чего ты мне тут цирк какой-то устроил? Прежде твоего прошения я уже вообще знал, что у тебя ботинки порвались. Ты что, не мог просто прийти и сказать, пап, у меня ботинки порвались? А? Мне нужны ботинки. Все. Не надо, то есть, ну, а мы думаем, что, ну, надо какие-то рычаги нажать, кнопки, то есть как-то Богу угодить. Послушайте, дорогие, мы не попрошайки, мы царственное священство. Иисусе, послушайте, дорогие, мы уже благословлены всем, всем просто, всем. Это у Ефесянов написано, что мы благословлены всем, всем, всяким духовным благословением в небесах. Послушайте, не ищите других путей, как Бог хочет вас благословить. Мы знаете, что делаем? Мы думаем, если я буду много молиться, я сейчас вроде о молитве говорю, молиться надо много, но надо иметь правильный мотив. Мы думаем, если я буду много молиться, благословения упадут на мою жизнь. Если я буду поститься, благословения упадут. Если я буду то делать, я буду хороший, я буду много денег давать, Бог меня благословит и все такое. Послушайте, это не те пути. У нас один путь. Это Иисус. Пребывание во Христе. А Писание говорит, что в нем все обетования. Да и аминь. Когда ты будешь пребывать в этой истине, что ты во Христе, то я вам хочу сказать, тогда все обетования станут реальностью. Вы можете молиться так и говорить, Господь, ты мое исцеление, Иисус. Я вам просто засвидетельствую. У меня была... Я исцелился от многих болезней. Но одна болячка, знаете, была 15 лет, я страдал очень сильно. 15 лет. Как только не молился. Кто только за меня не молился. Но в тот момент, когда я принял истину, что во Христе Иисусе я умер как больной, я не только как грешник умер, я умер как больной и умер как нищий. А воскрес как здоровый. Только эту истину принял. Что я здоровый сейчас. Я воскрес. Я новое творение. Я здоровый. Послушайте, в эту же ночь я видел сон, что у меня в квартире большой скорпион. И я убил его и выбросил его в окно. Проснулся абсолютно полностью здоровым. В тот момент, когда я принял истину, что я соединен с Господом, подобием Его смерти, я умер, и я воскрес как новое творение. Все. Я воскрес не только как праведник, я воскрес как здоровый человек. Послушайте, точно так же мы воскресли как богатые люди. И вот сегодня мы должны, знаете, понять, есть такое слово отождествление. С кем ты себя отождествляешь? Говорить, у меня нет денег, я в долгах. Откуда? Но согласись, когда ты говоришь, ты уже отождествился с нищетой. А когда ты говоришь по истине, что я умер как нищий, я умер просто как грешник, я умер как больной, нет меня, и я говорю, я во Христе Иисусе, а во Христе Иисусе все обетования дамы и деньги, я говорю вам, что вы есть в моей жизни, и вы приходите непрерывным потоком в мою жизнь. Деньги есть, и деньги приходят. И я отождествляюсь, и говорю, я богатый на всякое доброе дело во Христе Иисусе. Деньги приходят. Отождествление со Христом. Но если вы отождествляетесь с нищетой, вы так и будете жить, и будете пытаться клянчить у Бога деньги. Послушайте, не клянчите у Бога деньги, он говорит, во Христе я тебя уже благословил. Моей нищетой ты обогатился. Если вы будете постоянно говорить, я больной, Господи, исцели меня, исцели, но я больной, но я больной, у меня болячки, я больной, Господь, ты вообще можешь меня исцелить? Послушайте, вы отождествляетесь с болезнью, но не со Христом. А вам нужно отождествиться со Христом. Господь, я благодарю Тебя, что я умер как больной, умер как нищий, и я воскрес как здоровый и богатый, и я во Христе, а во Христе Иисусе, спасибо тебе, Господь, что есть у меня божественное исцеление, божественное здоровье. Я благодарю Тебя, Господь, что я хожу в божественном здоровье, проклинаю всякую немощь в своем теле, умри, засохни, и не приближайся. Действуйте со властью, и вот с этим отождествлением со Христом. Я вам хочу сказать, исцеление будет возрастать, и божественное здоровье начнет проявляться. Аминь. Эти вещи понимать. Это наша позиция. Но с чем ты себя, и с кем ты себя отождествляешь? Со Христом или с проблемами? С долгами, с нищетой, с болезнью, с грехом, или ты находишься во Христе, и ты постоянно осознаешь это, и постоянно говоришь устами своими. И просто, послушайте, и когда ты этими вещами занимаешься, ты осознаешь, ты пребываешь в этом, и ты понимаешь, все, я уже на небесах, нет никакого разделения между мной и Богом, нету никакой завесы. Господь, и Дух Святой просто, но ты во мне уже живешь, я твой храм. Знаете что? Дух Святой, как только вы скажете, вау, Господь, я соединен с тобой, я одно целое, ты во мне. Знаете, что будет? Как только ты осознаешь, ты скажешь, Дух Святой моментально будет наполнять тебя. Я молюсь так утром, я говорю, если я скриплю, что-то у меня с телом, я говорю, вау, Господь, я одно целое, я новое творение, я игнорирую все эти скрипы, я говорю, я новое творение, Дух Святой, ты во мне, и я благодарю тебя, Отец. Я прошу, чтобы ты прямо сейчас, мое смертное тело, оживил Духом своим святым, как написано, что Бог оживит наши смертные тела Духом своим, тем же Духом, которым он воскресил, Христа из мертвых. Аминь. Да, я, конечно, немножко как бы не по теме, но типа не по теме, но я думаю, что я все по теме. Ну, я так верю. Итак, дорогие, давайте подведем, у нас уже время-то заканчивается, я ничего не стал говорить там, про изгнание, про... Одно только, ну, давайте мы примем, во Христе Иисусе мы посажены на небесах, и нам надо молиться, но не попрошайничать, действуйте, как цари, издавайте указы, деньги, вы есть, во Христе Иисусе, и вы приходите непрерывным потоком. Исцеление, ты в моем теле, божественное здоровье, спасибо тебе, Иисус. Знаете что, но нам нужно быть агрессивными людьми. Смотрите, Иисус, он что сделал? Он говорит, я даю тебе жизнь, и моей жизни для тебя достаточно. Также он говорит, я даю тебе жизнь с избытком, избыток он для других людей, не для тебя. Он говорит, в моей жизни, внутри тебя, уже избытка хватает для тебя лично. Жизни достаточно. Но жизнь с избытком, это значит, не только тебе хватит, но и хватит и другим, которые вокруг тебя. Поэтому просто, дорогие, мы должны понять, Дух Святой внутри меня, сила Божия внутри меня, у меня есть власть, и поэтому я возлагаю руки, я приказываю, я издаю эти указы, я просто действую, как посаженный на небесах, иду вперед, изгоняю демонов, исцеляю больных, я апостольский человек, я просто проявляю царство Божие, которое уже внутри меня, и оно проявляется через меня. Конечно, когда вы начнете так действовать, я сейчас резюме, да, такое сделаю, когда начнете так действовать, что, ну, вот в этой истине, что вы соединены с ним, и вы будете говорить, да, я благословен, деньги есть, спасибо Господь, я богатый на всякость, послушайте, не сразу может это проявиться, нужен какой-то процесс, иногда, еще могут быть по факту долги, денег нет, к примеру, или болезнь, но вы что делаете, вы игнорируете ее, ну, в правильном понимании, и вы что делаете, вы концентрируетесь на том, что есть во Христе, кто вы во Христе, и пребываете, вы осознаете, пребываете, вы говорите это своими устами, вы просто уже называете несуществующее, как существующее, несуществующее в этом физическом, материальном мире, но существующее во Христе, вы называете эти вещи, что деньги есть, Машина есть, исцеление есть. То есть не будет. В смысле, о, будет у меня когда-то исцеление. Послушайте, вот это будет, это не вера, это надежда. Надежда всегда обращена в будущее. А вера это сегодня, вера это сейчас. Когда я называю не существующее здесь, но существующее во Христе, но я называю и говорю, это есть у меня. Называю и говорю, это есть. И пройдет какое-то время, если вы в этом останетесь, пройдет время, и что произойдет? И произойдет материализация, то есть и осуществление вот этого ожидаем. Во имя Иисуса Христа. Аминь. Ну, в общем, дорогие, короче, походу испортил я урок, ну, в смысле молитва и освобождение. Но, не знаю, я просто чувствовал, что надо сказать. Почему? Потому что если я буду сейчас говорить о том, что нам надо молиться там, сражаться, знаете, с демонами, с территориальными, территориальными. Потому что апостольство – это захват территорий новых, понимаете? И там война с территориальными, там бесами. Но, послушайте, если мы личной молитвы не имеем, если мы не понимаем, где мы во Христе, послушайте, то тогда какие территориальные демоны? Ну, вы сами-то давайте, ну, не будем смешить Господа и друг друга. Да? Поэтому давайте наведем порядок в своей личной жизни. Благословляю вас. Время вышло, да? Я смотрю на часы. Время вышло. Ну, у нас 9. Да, время вышло. Время вышло. Спасибо огромное. А я даже позволю себе ленту прочитать. Аминь. Все в нашей жизни духовно. Так и должно быть. Мы уже здесь с ним одно и всегда в его присутствии. Аминь. Аллилуйя. Все в разуме. Если мы осознаем это, мы так и будем жить. Очень практично, доступно, просто. Аминь. Оживи нас здесь, на земле. Урок отличный. Слава Иисусу за слово. Так что, Дима, вы ничего нам не сорвали. Ничего в плане темы не ушли. Это было очень важно. И давайте скажем аминь. Давайте благословим Дмитрия нашим громким аминь. 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 Спасибо, Дмитрий. Спасибо всем за участие. Великолепная команда. Великолепное слово, дорогие. Я завершаю. Шалом, шалом, шалом. Шалом, благословение. Шалом. Шалом, шалом. Великолепное слово. Шалом. Шалом. Шалом, шалом. Шалом.